Операция спасения в Челябинске из-под завалов разрушенного дома чудом удалось достать 6 новорожденных щенков. Ветхоаварийное строение уже начали сносить, как местные услышали собачий писк. Малыши провели под обломками почти неделю. Как их вызволяли из бетонной ловушки и кто взял себе одного из щенков? В репортаже Маргарита Хижняк. Вручную поднимают стены, разбирают завалы, ползком пробираются в подпол. Головолонтеры и зоозащитники, не жаляя силы времени, спасают новорожденных щенков. Шесть пушистых малышей оказались в смертельной ловушке. Ветхоаварийный дом на улице Павелецкой металлургического района начали сносить. Техника успела разрушить стены и перекрытия, но местные жители услышали жалобный писк. Под обломками оказались щенята. Их мама успела выбежать, испугавшись шума. Собаку отправили в приют. Он боится нас. Пятерых скулящих щенят достают почти сразу. А вот шестого вызволить оказалось сложнее. Он спрятался глубоко под завалами, и поиски затянулись. Когда добровольцы поняли, что не справляются, и счет уже идет на минуту, за помощью обращаются к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Мы направили волонтерский отряд на протяжении нескольких дней. В общей сложности больше недели ушло на то, чтобы разгрести эти завалы. Разбирали вручную, потому что технику туда нельзя было пускать. Там погибли бы все животные, однозначно, если бы туда тяжелая техника зашла. Поиски удалось ускорить, и на пятый день щенка наконец находят. Несмотря на обезвоживание и голодание, четвероногий выглядит здоровым, но немного напуганным. Его тут же отправляют в приют для бездомных животных. Там его уже ждет семья. Два щенка за это время уже нашли хозяев. Одного выжившего малыша взял себе глава металлургического района Сергей Кчетков в подарок для сына. Это его первая собака. Иван, ну давай, принимай. Также Владимир Бурматов привез в приют, где находятся остальные выжившие, запас корма. А всем, кто принимал участие в спасательной операции «Щенят», вручает благодарность Государственной Думы. Маргарита Хижняк, ОТВ